всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут аня и сегодня я решила записать видео которое называется мама тег видела у многих девчонок и решила все-таки несмотря на то что у меня есть уже видео о моих родах решила вот форме вопросов 10 вопросов в общем в этом теге все вопросики я оставлю в инфобоксе и давайте уже приступим первый вопрос звучит так предвестники родов были ли на каком сроке предвестников рода скажем так у меня двое детишек первому сейчас около трех лет и второму около трех месяцев буду говорить я о второй беременности о вторых родах но что касается предвестников родов ни в первой ни во второй беременности у меня не было вот а живот не опускался единственное наверное небольшой предвестник был об этом я уже узнала практически перед самыми родами это отхождение слизистой пробки но я читала что она может отходить и за месяц до родов и за день до родов то есть и для меня это не было особым предвестником меня не было это особым предвестником это было за неделю до родов вот второй вопрос схватки как понять что это они схватки как понять что это они но я думаю схватки вы ни с чем не перепутаете даже если у вас первая беременность первые роды схватки не перепутать единственное при первой беременности при второй беременности меня было одинаково и схватки то есть Когда начинались схватки уже, небольшой предвестник схваток было то, что у меня болел живот. У меня болел живот так относительно того, что я могла только сидеть, не могла лежать и больновато было ходить. Поэтому вот, наверное, схватки примерно так и начинаются. То есть вам больно лежать, больно ходить. У меня, по крайней мере, было это так. И потом уже они усиливаются, и там вы уже ни с чем не перепутаете. Какие-то ощущения. Те, кто рожал, девчонки понимают, о чем я говорю. Следующий вопрос. Как было больно? Сравните с чем-нибудь. Как было больно? Ну, больно, конечно, было. Еще как было больно. Если сравнивать с первыми родами, давайте сделаем так, проведем такую аналогию. Если сравнивать с первыми родами, то было больно намного больше. Болевые пороки. У меня вообще такой слабый. И боль я переношу тяжело. И для меня это было очень больно. Так, следующий, четвертый вопрос. Где был папа, его реакция? Ну, так как я ложилась в больницу за день до родов, да, в патологию, то, естественно, когда я рожала, папа был дома. Реакция у него была немного странной. Я ему... Он знал, что я иду на роды в определенное время. И спустя там буквально какие-то минуты, часы, я ему позвонила и сказал, что я родила. Он говорит, ага. И у него какой-то был ступор. И я говорю, ладно, я, типа, это мне некогда. Ну, что, не могу разговаривать. И все. И, видимо, до него не дошла немножко эта информация. Он переваривал, переваривал и не мог понять. Потом он мне уже рассказывал, говорит, я не поверю, что ты так быстро родила. Да, подумал, что ты разыгрываешь меня. В общем, вот, следующий вопрос. Анестезия была или нет и почему? Анестезии не было. Я вообще против того, что анестезию, конечно, против анестезии. Но, конечно, по рассказам девочек, анестезия намного облегчает роды. Тут уже выбор за вами, поэтому смотрите сами. Почему я уже ответила, потому что я против и потому что я за естественные роды была. И у меня все было, в принципе, нормально. Никаких показаний не было для того, чтобы ставить анестезию. Следующий вопрос. Как прошли роды? Рожала ли сама быстро или медленно? Как прошли роды? Роды прошли удачно, успешно. Рожала я сама. Рожала очень быстро. Роды длились 45 минут у меня, так как это были вторые роды. Но, тем не менее, я не ожидала. Я думала, что часов 4-5 они точно будут. Но все оказалось за 45 минут. Этого никто не ожидал, ни врачи. Не я сама, что все так быстро пойдет. Ссылочку я где-нибудь здесь оставлю. Историю о своих родах там более подробно, наверное. Сейчас не буду уже углубляться. Первая встреча с ребенком. Опишите эмоции и мысли. Ну, эмоции, наверное, описать я не смогу. Но мысли мои, когда я увидела своего малыша, во-первых, все прошло немножко по-другому. В плане того, как с первым ребенком, со вторым меня не разлучали. Вот. Мне сразу положили на живот, сразу груди. То есть, вот этот процесс был проконтролирован, что ли, какой-то более, я не знаю, в эмоциональном плане сильней. Потому что в первом случае у меня было по-другому. Ребеночка унесли. У него было обвитие, потому что... Вот. И к груди я его приложила не сразу, а через, спустя там часа два-три. А с Захарчиком было все иначе. И я четко помню, как выглядел даже послед, как выглядела пуповина. Я это все запомнила. Как, знаете, не как в первом... При первых родах все было как в тумане. Вот. Сейчас я все запомнила. Так. Еще первую мысль у меня была сравнить внешность первого и второго ребенка. И я, посмотрев на Захарчика, сразу поняла, что он не похож на Кирилла. Он какой-то другой. Он более какой-то миловидный, что ли, был, я не знаю. Вот какой-то вот он просто другой был и не похож. Это была, наверное, одна из первых мыслей, которая мне пришла в голову. Следующее. Пол, рост, вес. На кого похож малыш? Мужской пол, рост 53, веса 3680. Похож он был, я не знаю, ни на кого не был похож. Я просто... У меня в мыслях было, что он не похож на Кирилла. Но и на нас с мужем вроде как не похож. Ну, в общем, это не очень важно, потому что детки меняются каждый месяц. История из роддома. История из роддомов, наверное, единственное, что я более-менее так помню, ну, такое, чтобы более-менее рассказать. Это в день, вторые сутки пошли, да, и на вторые сутки обычно, если все хорошо, выписывают. У нас пошли вторые сутки, и мы лежали с девочкой в палате, у нее было кесарево, то есть ее бы не выписали, ее бы выписали на следующий день в лучшем случае. А меня могли выписать, и мне звонят уже родственники, спрашивают, ну, что уже, время-то 10 утра, 11 ли было, тебя выписывают или нет? Я говорю, ну, наверное, скажут. Обычно говорят за несколько часов, чтобы приготовились. И тут я слышу в коридоре, что сегодня выписка, и там кого-то выписывают, девчонки все суетятся, подходят, и их предупреждают. К нам не заходят, нас не предупреждают, был обход врачей, мы спрашивали, нам молчат, ничего не говорят. Я думаю, ну, наверное, меня не выпишут. А мне нужно было срочно, у меня пришло молоко, в этот раз пораньше, и мне нужно было точно знать, привозить к мужу молоко от соса, или я уже буду сегодня дома сцеживать. И, в общем, я думаю, время уже 12, час было, и мне уже просто очень тяжело было в груди. Я пошла спрашивать, и мне говорят, да, через час мы вас выписываем. И такая паника просто поднялась. Я говорю, почему не предупредили, это как-то вообще очень необычно, неожиданно. И так не должно, конечно, быть, потому что мне пришлось предупреждать родственников, они, конечно же, тоже суетились. Вот, и через час нас выписали. Но, слава богу, все успели, все было хорошо, вот выписали на второй день. И последний самый вопрос, один совет беременным. Ну, наверное, знаете, хочу сказать, что при беременности все 9 месяцев, девчонки, не ограничивайте себя сильно в пище, в питании, то есть кушайте все, что вам хочется. Но, конечно, в умеренных дозах, но кушайте все, потому что потом вам, если вы будете кормить грудью, все, всего нельзя будет, поэтому успевайте, кушайте. Не бойтесь, что вы не придете в форму, вы обязательно придете в форму. Но, если будете кормить грудью, так еще быстрее, поэтому я бы посоветовала именно вот это, чтобы кушать все и не бояться того, что вы не сбросите вес. Вот, наверное, на этом было все. Все вопросики я оставлю. Девчонки, кому интересно, подхватывайте, также снимайте этот тег. Мне кажется, он достаточно такой интересный. Надеюсь, что вам понравилось. Всем пока-пока!